В Ивановском НИИ материнство и детство завершен ремонт. Для кабинетов закуплено новое современное оборудование. В рамках программы модернизации здравоохранения институту на эти цели было выделено около 200 миллионов рублей. Результат проделанной работы руководство НИИ продемонстрировало губернатору региона Михаилу Меню. Главное приобретение – вот этот магнитно-резонансный томограф. С его помощью исследования беременных женщин и детей всех возрастов теперь абсолютно безвредны. Детишки рождаются часто недоношенными. У нас в институте каждый пятый ребенок недоношенный. Причем это крошки с весом в 500-700 граммов. И обычные методы диагностики для них очень вредны, во-первых, и малоинформативны, во-вторых. Поэтому томограф, который дает возможность проникнуть просто буквально в глубину ткани, дать массу срезов и информации доктору, для таких детей это просто будет очень необходимо. Вот тот современный томограф, который мы сегодня видели, такого аналога у нас в области нет. И это, безусловно, меняет серьезную ситуацию диагностическую. Губернатор во время посещения учреждения также осмотрел индивидуальные родовые в акушерской клинике, операционный блок и палаты совместного пребывания матери и ребенка. Это требование времени. Это то, от чего мы, к сожалению, ушли в свое время в родоспоможении и к чему сейчас с удовольствием возвращаемся по всей стране. Мать не должна разлучаться со своим ребенком ни на секунду, ни в каком лечебном учреждении, а уж тем более в родоспомогательном. Поэтому наш институт, вот у них у нас не было этой возможности до модернизации, поскольку мы располагались в здании старом, нетиповой постройке. Сейчас эта возможность появилась. Также был обустроен зал лечебной физкультуры для малышей и современная водолечебница. Для недоношенных малышей это лучшая реабилитация. Однако новшества коснутся не только НИИ, в перспективе совершенствования и других родильных домов области. То, что касается определенного рода перспективы в этой части здравоохранения, имеется в виду родильные дома, вообще детство, у нас сейчас на выходе после ремонта первый родильный дом, Ивановский, и идет процесс в Кенишенском родильном доме. И на сегодняшний день мы работаем с Министерством здравоохранения относительно еще получения определенных средств для еще целого ряда детских учреждений. По словам специалистов, оборудование, приобретенное для НИИ, позволит не только без вреда для здоровья мамы и малыша диагностировать любое заболевание, но и своевременно вылечить его.